Всем привет, друзья мои! Сегодня небольшой обзор. Небольшой обзор на приманку новинку 2021 года от компании Герман. Воблер-суспендер длиной 120 мм, вес 16 грамм. Рабочий диапазон на данной приманке где-то от 3 до 6 метров. И приманка сделана на уже многим известный воблер-хаски-джерк в диповом исполнении от компании Раппала. Итак, друзья мои, сегодня на обзоре приманка от компании Герман. Приманка с рабочей глубиной где-то от 3 до 6 метров. Судачья, щучья приманка. Приманка сделана довольно-таки неплохо и качественно. Единственное, что мне не совсем понравилось в данной приманке, это тройники. Тройники немного тонковаты, скажем так. Тройники реально слабоваты. Если ловить трофейную щуку или трофейного судака, то данные тройники, конечно, слабоваты. Надо хорошо будет пользоваться фрикционом, выкачивать рыбу, не форсировать события. Но зато с такими тройниками хорошо ловить в коряжнике. Данные тройники, они, в принципе, при толстом прочном шнуре, при хорошей снасти, они, я думаю, что вполне, ну, не сразу, конечно, но разогнутся и мы сможем свою приманку из коряжника спасти. Остальная фурнитура на данной приманке, в принципе, ну, меня сильно, как бы, не напрягает. По крайней мере, визуально. Колечки довольно-таки нормальные, толстые, так скажем, быстро не разгинаются, если мы их попробуем разогнуть, скажем, ногтем там или приложить какое-то усилие каким-то другим либо инструментом. Вполне нормальные такие упругие колечки. Данный воблер-суспендер, поэтому, наверное, его сильно нагружать какой-то тяжелой фурнитурой, переоснащая его, не стоит. Я сегодня попытаюсь в обзоре вам это показать. То есть, если бы производитель, конечно, сделал бы, наверное... Вообще, изначально данный воблер немного отличается от оригинала. То есть, визуально он похож, он, конечно, почти полная копия, но видно внутри наполнение шаров или там, я не знаю что, там изменено. Потому что по шумовым, как бы, ощущениям, да, по шуму воблер от компании Герман, он больше шумит. То есть, шумовой эффект у него реально больше. Вот, допустим, воблер от... Я сейчас попытаюсь зажать все, чтобы не было никаких посторонних шумов. Все колечки вот на мордочке здесь все зажал. И воблер шумит вот так. А если мы возьмем реплику и проделаем ту же самую процедуру, то... Сразу слышно, что воблер более шумящий. Весов у меня с собой нету, но вроде бы как в руках, если даже вот тактильно его, да, взвешивать, то воблер вроде бы как немного тяжелее. То есть, возможно, производитель, компания Герман пытались сделать суспендер, и у них, ну вот, получилось именно его сделать, видоизменив его внутреннюю составляющую. Ну, это мое, опять же, мнение, чисто мое мнение. То есть, я его не распиливал, не смотрел. Это как бы вот при каком-то таком визуальном осмотре, скажем так. Следовательно, следовательно, значит, что у нас получается? Воблер, если мы начнем модернизировать и ставить сюда более, ну, скажем, силовые тройники, то воблер уже, ну, если переусердствовать, превратится, наверное, в тонущий. Поэтому, в принципе, рекомендую использовать именно с теми тройниками, какие, значит, есть. Но при желании можно заменить хотя бы один, хотя бы один подмордочкой тройник. Что из этого получится, я покажу чуть больше. Что из этого получится, прошу прощения, я покажу чуть позже. Остальное, в принципе, у воблера все идентично, скажем, с оригиналом, да? Ширина лопатки, петелька на лопатке стоит на том же самом месте. Мне сначала показалось, я в инстаграм писал, что петелька вроде бы как стоит чуть ниже, но потом, значит, рассмотрев приманку тщательнее, я увидел, что петелька, в принципе, стоит на том же самом месте. То есть, как бы, крепление сделано точно. По поводу того, что будет данная приманка вылетать, будет ли она ловить, это я скажу уже после тестирования, после использования данной приманки на воде. И тестировать я ее буду уже в апреле, в апрельской поездке. Предварительно, что можно сказать? То есть, приманка реально, в принципе, ну, скажем, немного изменена. И это может сказаться или в лучшую сторону, или, наоборот, в худшую сторону. Допустим, у компании Герман, как пример, была приманка Гоу Ту. Это тоже реплика на раповскую приманку. Так вот, оригинал раповский в Астраханской, по крайней мере, области ловил хуже. А реплика от компании Герман, ну, по какой-то причине, вот, видо, что-то было в ней видоизменено. Визуально это, скажем, не видно. Но приманка реально, реально, причем, я говорю, я за свои слова отвечаю, ловила лучше. И есть у меня фильм, как Гоу Ту, скажем, неплохо ловит. Причем, это не нарезка с разных дней, там, с разных недель, и тому подобное. А это именно была одна рыбалка, где Гоу Ту показал себя очень с хорошей стороны. Я просто уперся в данную приманку. И, причем, это не весь день, а, не помню, по-моему, утренняя рыбалка или вечерняя была. По-моему, вечерняя была рыбалка. И данный воблер неплохо отловил. Причем, не только у меня, в Лодке нас находилось трое. У всех троих стоял Гоу Ту. И приманка ловила очень хорошо. Что многих реально очень сильно поразило. Потому что, повторюсь, оригинал в Астраханской области на реке Актуба ловил хуже. Так вот. Покраска у данной приманки, в принципе, отличная, как и у любых других германовских воблеров. То есть, нареканий нет. Очень большой ассортимент по цветам. Реально очень приличный. В принципе, они все старые, эти цвета. Особо ничего нового нет. Но, реально, сразу ассортимент вышел довольно-таки большой. Можно что-то выбрать под определенные какие-то условия ловли, скажем так. И я скажу даже больше. Есть некоторые цвета, которые, скажем, в других приманках, скажем, в том же самом Агрессоре или в Бандите, меня не очень устраивали. То есть, они даже визуально мне не нравились. Здесь они смотрятся очень хорошо. Сейчас я вам попытаюсь показать именно плавучесть данного воблера без изменений, с какими-то изменениями, с поводком, с изменениями, с заменой тройников. И просто я повешу, скажем, карабинчик, которым я обычно пользуюсь. То есть, ничего я не буду менять, оставлю все как есть, но просто повешу на него карабинчик, которым я пристегиваю все свои трейлинговые приманки. Так, есть у меня вот такая колба. Постараюсь я, ну, как-то сделать это все дело более качественно, чтобы вам было получше видно. Возьмем, значит, оригинал. Это Husky Jerk в диповом исполнении от Rappala. Ничего на нем не заменено. То есть, это вот полностью как он идет в продаже. Опускаем. Видно, что данная приманка не тонущая, а именно суспендер, как мы это видим. То есть, у него мордочка, видите, опущена, она касается дна. Но хвостовая часть, она приподнята. И воблер занимает вот такое интересное положение. И чем глубже воблер будет погружаться, тем у него нейтральная получность, я думаю, будет лучше. Это оригинал. Теперь, друзья мои, опускаем реплику от компании German. Как вы видите, сразу он не тонет, но принимает вот такое рабочее положение. Он, ну, похоже на медленно всплывающую приманку. Но это без всякого оснащения. То есть, просто мы положили приманку. Такое в жизни, в реальных условиях, ну, по сути, невозможно. Смотрите дальше. У данной приманки я заменил только один тройник и поставил его, ну, на мордочке, заменил под мордочкой. И поставил его более мощным, более тяжелым. Приманка тут же плавно уходит на дно и становится как, как раз, как раповская оригинальная приманка. Повторюсь, заменил только один тройник. Передний, скажем так. Теперь я вам покажу приманку, значит, ну, ту же самую реплику, ничего не меняя, но повесив на нее застежку. То есть, сымитируем ловлю без поводка. Смысл получается, по сути, тот же, что мы заменили ранее передний тройник на более мощный. Теперь я вам покажу тоже приманку неизмененную. То есть, все я оставил прежнее, ничего не менял, только добавил титановый поводок. Поводок, по-моему, 15 или чуть больше сантиметров. Поводок с вертлюгом и с небольшой застежкой. Вот что мы получили. Приманка уже более горизонтально встает. Вот, таким образом, приманкой будет превосходно твичить. То есть, ловить ей в заброс. Теперь я вам покажу, где я заменил, скажем, два тройника. Это задний и передний. Средний остался прежним. Приманка, как видите, уже тонет, ну, практически горизонтально. Но все равно остается суспендером. Она стоит прямо на тройниках, а сама, ну, даже, вот видели, даже немножко подпрыгивала, скажем так. Итак, друзья мои, вот, в принципе, какой суспендер получился у компании Герман на приманке Вайдер. Вот, я считаю, что это довольно-таки неплохой результат. И приманка должна себя показать на водоеме довольно-таки хорошо. Но с определенными, скажем, какими-то вот видоизменениями. Теперь давайте я вам покажу, цепляются ли при замене тройники или не цепляются. Значит, здесь я, на этом воблере, как я показывал, заменил два тройника. Значит, задний и передний. Тройники касаются друг друга, но цепляться не цепляются. То есть, скажем, на пределе. То же самое и с задним. То есть, они не достают. По толщине, если видно, ну, довольно-таки существенная разница. И данные уже тройники выдержат довольно-таки приличного хищника. Застежку я использую довольно-таки мощную. Выдерживало и самов, и множество разных других хищных рыб. Поэтому за счет, ну, скажем, такой немаленькой застежки, она не сильно крупная, конечно, но и немаленькая. По сравнению с застежками, которые я использую при ловле в заброс, моя троллинговая застежка довольно-таки крупная. Вот такая вот новинка в 2021 году появилась у компании Герман. Я вам желаю рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Редактор субтитров А.Семкин